На сегодняшний день известно 118 элементов, 96 из которых являются металлами. В таблице Менделеева металлы располагаются ниже диагонали боростат. Объединены эти элементы в группу металлов по нескольким сходным признакам, относительно большие радиусы атомов, во внешнем слое малое количество электронов от 1 до 3. При сближении атомов валентные орбитали соседних атомов перекрываются, образуется металлическая связь. Вещества с металлической связью реализуют металлические кристаллические решетки, в которых узлы представлены атомами или катионами, а обобществленные электроны электростатически притягиваются к катионами, обеспечивая стабильность и прочность. Такое строение объясняет физические и химические свойства металлов. Кроме сходного строения атомов можно выделить группу общих физических свойств – электро- и теплопроводность, пластичность, ковкость, металлический блеск. Эти свойства позволяют человеку широко применять металлы в жизни. Атомы металлов имеют небольшие значения электроотрицательности. Все металлы имеют исключительно восстановительные свойства, то есть способны только отдавать электроны. Силу восстановительных свойств можно отобразить в электрохимическом ряду напряжения металлов. Используя этот ряд, можно записать уравнение взаимодействия металлов с водой. Электрохимический ряд напряжения металлов можно использовать для прогнозирования взаимодействия и получения металлов. Металл способен вытеснять, восстанавливать из солей те металлы, которые стоят правее него, а также вытеснять водород из разбавленных кислот. Основные способы получения металлов – пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Пирометаллургия – восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью углерода, оксида углерода-2, водорода, металлов, алюминия, магния. Например, медь восстанавливают из куприта, купрум-2О, прокаливанием с углем, коксом. Алюминотермия и магниетермия – способы получения металлов, основанные на восстановлении металлов из их соединений, оксидов, галогенидов, более активными металлами. Металлотермические опыты получения металлов впервые осуществил русский ученый Бикетов в XIX веке. Восстановительные свойства металлов проявляются при взаимодействии с неметаллами. Для взаимодействия алюминия с йодом смешаем их в фарфоровой чашке. Алюминий сверху покрыт оксидной пленкой и реакция не протекает. Добавив немного воды, которая является инициатором реакции, наблюдаем бурное взаимодействие. О прохождении реакции свидетельствует выделение бурых паров. В колбу с хлором вносим разогретую железную проволоку, наблюдаем быстрое заполнение колбы желто-коричневым дымом, который состоит из хлорида-железа-3. Серу мелко измельчаем, тщательно перемешиваем с кусочками натрия. Натрий очень активный металл и простого контакта достаточно, чтобы реакция прошла бурно со взрывом и вспышкой. Основными восстановителями для получения металлов являются углерод, угарный газ и водород. Кроме восстановителей для получения металлов еще используют электрохимический способ – электролиз. Продолжение следует...